здравствуйте дорогие дамы и господа да благоволит к нам господь с вами джон клюкер новое блюдо от джона клюкера нежное мясо по-клюкеров ски или от клюкера вот так я называю это видео это конечный продукт это такие нежные лепешечки которые будут таять во рту сейчас я расскажу как его делать мясо можно взять я взял куриную грудку порезал ее примерно сантиметр на сантиметр квадратиками можно также брать баранину свинину говядину любое мясо можете брать там индейку также режете кубиками вот посмотрите вот такой объем в большой тарелке на такую тарелочку надо 3 яичка вот таких ну так сказать скажем средних это не крупные яйца 2 2 3 столовые ложки муки майонез 4 столовые ложки без верха или сметаны вы можете майонез заменить сметаны 4 столовые ложки для приправы адыгейскую соль перчик вот тут у меня есть смесь смесь перцев красный черный перец уксус немножко понадобится совсем так немножечко лук порезать вот таким образом или одну большую луковицу или две средних луковицы порезал и зубчик чеснока вот все тут у меня уже готово и все это мы смешиваем сначала я закидываю сюда мясо затем лук дальше так вот перемешаем немножечко сейчас добавлю вот смотрите 1 и 2 пока хватит тоже немножечко так перемешаю сразу яички сейчас сразу добавлю чеснок чеснок до чеснок можно сразу добавить вместе с луком перемешиваем посолить надо посолить сейчас буду солить ну чтоб вам я всегда на глаз солю ну вот например она такое количество этой массы вот столько я адыгейской соли будут смотрите вот столько дальше простой соли вот столько тоже это даже многовато но сейчас подождите вот так вот дальше перчика немного буду совсем мало потому что острое у нас не все в семье любят чтобы им тоже как бы вот столько это уже сами сам кто себе захочет поперчить адыгейской соли там принцип в принципе эти приправы все есть так майонезик если майонез лучше или домашний майонез естественно ну то есть собственного приготовления если у вас есть или тогда сметанки ну и для покупной майонез пришлось мне вот так раз но это как почти две ложки это уже как 4 и вот так еще немножечко вот так как бы с верхом я просто видели сами все видно на экране так все мука добавлено все ингредиенты добавлены сейчас перемешиваем хорошо вот эта масса так как и мясо бройлерного цыпленка она мягкая то его можно выдержать холодильник ставите на на 2-3 часа если мясо берете баранину там свинину говядину то это вот допустим вечером делаете вот эту массу на ночь ставите в холодильник а утром вот эти надо лепешки делать она настаивается вот с луком с этой со всей смесью настаивается и потом она вот когда я вот сейчас через некоторое время ну 2-3 часа или может быть на ночь оставлю не знаю буду жарить и вот эти лепешечки их они быстро очень жарится берете на ложку вот так на ложку сковородку накладывайте на одной стороне так буквально так недолго но буду жарить показывать она поджарится переворачивать и не на другой стороне вот на ужине с грибобас мы будем дегустировать в общем как получится и так до следующего включения так дорогие друзья уксус чуть не забыл немножко надо уксусом уксуса уксуса да немножечко ну вот я яблочный уксус использую вот смотрите я совсем вот так ложка без верха даже получается сейчас еще раз перемешаю все теперь до следующего включения когда уже будет сама жарко так процесс лепешек приготовление лепешек уже продолжается идет зажарка вот уже столько готова лепешек сейчас я покажу как я накладываю сколько примерно вот ложечка вот так вот можете вот не ложите положите сюда вот эту массу у меня люди добрые научились уложить вообще нельзя оказывается говорить только положить или наложить вот накладывайте вот так массу и разку и раскладывайте все раскаленная сковородка вначале в общем сковородка маслица подсолнечная здесь сейчас используется рафинированное масло нагревается хорошо масло вот смотрите сейчас я буду переворачивать мама вот у меня она это посмотрела но она не привыкла к такой вот лопатки говорит лучше железная куплю еще для кухни гриба вас и железную лопатку вот эти две лепешки уже готовы да вот это уже готовы вот посмотрите вот так она обжаривается мама мою зовут любовь евгения на она уже попробовала и говорит даже что не определить что за мясо и только я не знаю почему не определишь из-за чего из-за специи что ли да мягко и пропиталась я просто сейчас супа наелся и даже что-то пробовать неохота ну надеюсь вам понятен этот процесс дегустацию придется в следующий раз не получается провести съемки по дегустации а гарнир да сделали к этим котлеткам мама у меня сделала гарнир так сейчас я вам покажу гарнир этот макароны вот такие все спасибо за внимание делайте пробуйте пишите в комментариях если кто сделал понравилось или нет в следующий раз как у нас будет время с гриба басом мы приготовим опять заново это блюдо и продегустируем на ужине все до свидания спасибо за просмотр